Ну, сразу скажу, что Marmolium, который производит компания Форба, это наш локомотив, который везет все остальные свои продукты за собой. Это продукт, который в Европе признан как и в жилом, в строительстве, в частном, в коммерческом, скажем, практически номер один за счет своей экологичности. В России мы к этому стремимся. Если взять, допустим, года два назад, в частный сегмент очень редко спрашивали Marmolium. И мы целенаправленно работали с клиентами, с конечными, с архитекторами, чтобы как раз в этот сегмент бросить достаточно большие силы. И сейчас, придя в магазин, допустим, напольных покрытий, скажем, дизайн-магазин, Marmolium уже начинают спрашивать, и многие к нам звонят и обращаются, чтобы мы дали возможность продавать этот продукт. Что же касается сравнения натурального линолеума, Marmolium, с синтетическим, ну, на самом деле, сравнивать этих два продукта просто нельзя. У нас часто спрашивают, то есть, скажу, да, Marmolium – полностью натуральный продукт, синтетический – это ПВХ, да? То есть, у нас многие спрашивают, что бы вы себе выбрали. Ответ достаточно простой. Я, скажем, дрожу своей семьей, и мне приятно, чтобы семья ходила по экологически чистому продукту. Также дети могли ползать по продукту, который не позволяет бактериям на себе размножаться. Это громаднейший плюс, поскольку мы… Не говоря вам о том, что вы пришли в грязные обуви, или если что, то домой, да? И вы не принесли с собой бактерии. Нет, как раз вы принесли. Но самое главное, что бактерии там не размножаются. Если не размножаются, значит гибнуть. Это то, что мы как-то пытаемся добиться. Немножко скажу про состав самого Marmolium, да? Это джут, древесная мука, льняное масло и цветовые пигменты. То есть, это все те, скажем, ресурсы, которые постоянно возобновляются в природе, что нам позволяет из года в год продавать много Marmolium. Что же касается ПВХ, этот продукт, наверное, более направлен на коммерческое использование. В основном в России, да? То есть, в России практически, наверное, процентов 60-70 офисов используют ПВХ. Ну, при строительстве офисов. То есть, я не говорю про частный сегмент. Потому что частный сегмент ПВХ брать, это, наверное, себя не уважает, да? Или продавать его в частный сегмент. Что касается, еще раз, Marmolium. Я думаю, он хорошо восстанавливается. Перечислю просто плюсы, чтобы много времени не занимать. Хорошо восстанавливается. Он имеет показатель 8 из 8, это технологический максимум по выцветанию. Многие загородные дома у нас тоже брали, ну, хозяева дома брали Marmolium. Многие имеют панорамные окна, как сейчас модно, да? И, соответственно, лучи солнца постоянно, ежедневно попадают на покрытие. Некоторые покрытия имеют свойство выцветать, да? То есть, где постоянные лучи попадают, вы будете видеть разнотон с тем местом, где постоянная тень. Marmolium как раз в этом плане имеет технологический максимум, то есть, он не выцветает. Это также его достаточно большой плюс. Также плюс по сравнению с каким-то другим материалом. Это выбор дизайнов. Порядка 170 цветов абсолютно любых с мраморной структуры. Скажем, кто-то любит, допустим, классику под дерево вариант, да? Это тоже все есть. Все цвета прекрасно между собой сочетаются. То есть, это позволяет делать нам потрясающий дизайн. Знаю, что были такие проекты в загородных домах, где делали такой темный пол и вырезали из красного мармолиума роза. То есть, это была спальня. Делали рисунок, как сказать, таких небоскребов, как Москва-Сити. А-ля Москва-Сити воспроизвести это на полу. Это тоже все возможно. То есть, абсолютно любой дизайн, который вы захотите сделать, это могут сделать укладчики, которых здесь в России уже достаточно много, которые прошли у нас обучение в нашей школе. И получили сертификат, сертифицированный укладчик, который прошли обучение в компании «Форум». Что же касается еще раз мармолиума, да? Мы единственная компания, это единственный продукт, где выкладывается анализ жизненного цикла. То есть, про продукт. Это говорит о чем? Что мы следим за экологичностью. И на каждом этапе, начиная от производства, от сбора компонентов для его производства, и заканчивая транспортировкой и отходов, мы полностью следим, как он, скажем, относится к окружающей среде. Нет выбросов, нет еще чего, то есть отходов. И это очень большой плюс, да, за что в Европе мармолиум считается номер один. Потому что получить сертификат, у нас достаточно много сертификатов европейских об экологичности. Там известный сертификат «Смарт», да, британский институт аллергологов. Тоже мы имеем такой сертификат, что этот материал подходит для людей, которые склонны к аллергиям, да, то есть, которые создают аллергии. Также есть в составе льняное масло. И многие спрашивают, как раз, вот из частного, кто берет себе дома, в квартиры материал. Многие нам звонят и спрашивают, пахнет маслом, льняным маслом. Ну, мы сразу же отвечаем, так это же здорово, да, то есть, не надо пугаться. Льняное масло давно признано антисептиком, да, то есть, это сравни, как в детстве дышали над картошкой. Это вот тот же самый эффект. Первое время, когда будет материал, будь то в доме, будь то в квартире, наверное, дня два-три проветрить, и льняное масло, запах вот этот, он уйдет. То есть, если упасть на пол, принюхся, вы его будете чувствовать. Но когда будете в помещении ходить, абсолютно как бы не будет замены. По поводу долговечности скажу так, что вообще официально компания Форба дает гарантию на мармолеум 15 лет. Что в течение 15 лет при правильной укладке с ним ничего не произойдет. То есть, он будет такого же цвета, нигде не вздуется или еще что-то. Но это, опять же, относится как раз к основанию. Как вот мои коллеги говорили, что немало важно времени, да, уделить основанию. Здесь то же самое. Поскольку это продукт натуральный, это получается дерево в обертке. Ну, если так вот грубо сказать. Поэтому укладка, основание должно быть ровно, сухое. Вот, чтобы его положить, чтобы не было никаких перепадов сильных. То есть, там допускается 2 миллиметра, но не более. Если будут более перепады, то в том месте, где перепад, через какое-то время мармолеум просто треснет. Вот, то есть, здесь тоже немаловажно уделить, как бы, вот, вниманию основанию. Нельзя сразу положить теплый пол, допустим, сверху линолеум и на всю включить по 5 градусов. То есть, вы положили теплый пол, материал, и потом каждый день по 5 градусов вы прибавляете до максимально, ну, там до 20, скажем, 7-28 градусов, да, то есть, европейские стандарты. И потом в этой же очередности по 5 градусов каждый день сбавляете. Вот, и только после этого вы можете абсолютно как угодно регулировать температуру. Это немаловажно. Нам задают часто такой вопрос, это наш европейский стандарт, вот, и, то есть, многие просят и 3, и 4 метра сделать, но нет, это наш европейский стандарт, мы считаем его более оптимальным, поскольку, скажем, мы думаем не только о, скажем, конечном потребителе, да, мы также думаем и о подрядчиках, которые работают и носят этот материал. То есть, 3 метра, поверьте, гораздо тяжелее нести, чем 2, допустим, да, переносить с объекта на объект или поднимать по лестнице еще больше. То есть, это наше, как бы, такое кредо, да, что мы производим именно 2 метра в любом линолеуме. Материал приклеивается, приклеивается полностью, то есть, не есть, да, варианты там фиксацию сделать по углам, нет. Этот материал приклеивается полностью. Вот, между собой он проваривается шнурами. Для каждого цвета мармолеум, вот когда вы посмотрите, если образцы увидите, цвета, под каждый цвет есть свой шнур. Он есть однотонный, есть мультицветный. Чем они отличаются? Если вы хотите выделить какие-то участки, чтобы с высоты человеческого роста было заметно, да, то есть, какие-то узор, может быть, сделать шнуром, или просто проварить, вы хотите, чтобы видно было швы, то берется однотонный шнур. Если вы хотите, чтобы, скажем, с высоты человеческого роста выходили по материалу и швов не было видно, то берется мультицветный шнур и точно так же проваривается между собой. Ну, если накладывается рисунок вот на стык, то здесь можно взять кусочки сделать, вопросов нет. Но здесь, я говорю, повторюсь, все зависит от укладчиков, потому что изначально, перед тем, как начать укладывать, все это просчитывается, и, скажем, шансы те, что рисунок попадет именно как-то неудачно под шов, практически минимально, поскольку подрядчики, укладчики изначально все это просчитывают. То есть, у нас есть такие дизайны и каркуши, и чебурашки, то есть, вы делали для детских комнат, и солнце светит с другой стороны, и когда вы это визуально смотрите, вы там шнура, поверьте мне, не увидите никогда. Когда к нам обращаются, мы своих укладчиков не держим. У нас есть компании, которые проходили у нас обучение. То есть, вы нам позвонили, сказали, что вот мы хотим приобрести мармальон и хотим какую-то укладку сделать, ваш рисунок. Мы можем вам предоставить, наш технический специалист скажет, вот как бы наш список, который тех, кто проходил у нас обучение по укладке. Абсолютно выбирайте любого, кто вам больше понравится. Далее, они с вами свяжутся. Вы скажете, какой вы дизайн хотите. Выберите цвета. Скажете, вот хочу там желтый, синий, красный и чуть-чуть розовый. И укладчики уже вам просчитают, сколько вам нужно конкретного материала. Дальше, уже только после этого, вы приобретете материал, чтобы не было одного больше цвета, другого меньше. То есть, изначально прорабатываете дизайн, а далее уже покупаете именно то количество материала, который вам нужен. У нас идет ширина рулона 2 метра и длина 32. Вот, между собой можно их, скажем, два рулона мы берем, да, можно положить стык в стык. Это допускается в основном, кстати, тоже вот в частном строительстве, да, квартира или дом. Это возможно сделать, но здесь главное, чтобы были действительно квалифицированы уплачки. Почему? Объясню. Потому что любое попадание в влаге, в шов, материалу от этого хорошо не будет, если туда попадет внутрь вода. Поэтому желательно между собой укладывается линолеум, и он проваривается шнуром, то есть горячей сваркой. Это получается, скажем, более герметично, потому что мармолеум сверху воды не боится абсолютно. То есть, вот у меня у самого, допустим, на кухне мармолеум лежит. Если что-то пролили сверху, ничего страшного, вы спокойно протерли, и ему ничего не стало. Единственное, у нас много спрашивали, был тоже на одном из презентаций по мармолеуму, и спросили, можно ли укладывать в ванну. Вообще, мы, как компания Форба, мы не рекомендуем, поскольку в ванне постоянно влажная среда, да, а так как мармолеум полностью натуральный продукт, это, грубо говоря, дерево, да, в обертке, дерево имеет свойство при влаге расслаиваться. Но тут же нас парировали, сказали, что уже на протяжении, по-моему, двух лет у пары в загородном доме лежит мармолеум в ванне, но там постоянно теплый пол включен. Вот, и мармолеум себя идеально ведет. То есть, опять же, однозначно сказать нельзя, ну, как бы, вот пример из жизни.